Первый в Самаре, второй в регионе. Сегодня рядом со стадионом «Орбита» открыли физкультурно-оздоровительный комплекс нового образца. Под одной крышей лёд, два бассейна и универсальный зал. Подобный формат для области скоро станет привычным. В спортивном гиганте о том, что он из себя представляет и где появятся аналогичные тройки в нашем материале. Игрок детской команды «Крыльев Советов» Артём Киркин мечтает о большом футболе. Играл уже на всех позициях, был и нападающим, и защитником, но думает стать вратарём. В таком зале заниматься приятнее, есть все условия, говорит девятилетний спортсмен. Я тут первый раз как бы. Я в том всегда ходил в ЦСКА. Вот, там в покрытие другое. Вот. Я к тому привык, а к этому ещё не успел. А это лучше? Да. К хорошему привыкаешь быстро. Речь идёт о покрытии «Регу Пол». На него обращает внимание и губернатор. Ни единого шва, не скользит, гасит вибрацию, снижает вероятность получения травм. Высокая износостойкость, хорошая шумоизоляция. Это современные технологии. Спортивный комплекс, видно, открыт. Глава региона внимательно осматривает комплекс. Он сделан по такому же проекту, как в Тольятти. Единственное отличие – фойе. Чуть доработали, изменили, получилось ощущение объёмности. Функционал же всё тот же. Универсальный зал, лёд, два бассейна. Один для спортивного плавания, четыре дорожки, и один детский. Как говорят, развлекательный. Губернатор обращает внимание на сливы. Они должны быть шире, и вода тогда будет ходить быстрее. В Автограде этот недочёт подрядчик уже исправил. Видимо, теперь предстоит повторить и в Самаре. В целом же этот спорткомплекс на самом деле нового образца. Этот день глава региона назвал для города историческим. Совсем скоро, буквально через неделю, пару недель, мы точно такой же комплекс введём в Кировском районе. И дальше будем шаг за шагом в крупнонаселённых районах, где много людей, в спальных районах, будем эти комплексы строить. Две недели назад мы ввели точно такой же комплекс первый в Тольятти. И в Тольятти мы тоже договорились, ещё два комплекса будут во всех районах города построены. Уже в следующем году приведут в порядок и стадион «Орбита». Предусмотрена реконструкция помещений, появится и искусственный газон последнего поколения. Будет построенный дворец единоборств. Напомню, несколько лет назад регион был на предпоследнем месте в России по обеспеченности спортобъектами. Зато в лидерах по так называемым социальным болезням – туберкулёз, ВИЧ, наркомания. Сейчас статистика уже совсем иная. За последние четыре года построили 21 физкультурно-оздоровительный комплекс, 11 бассейнов, 12 ледовых арен, 13 полноценных стадионов, более 250 спортивных площадок. Негативную тенденцию по социальным болезням удалось преодолеть. В этом спорткомплексе, говорит губернатор, можно заниматься целыми семьями. Каждый найдёт увлечение себе по душе. В зале можно играть и волейбол, баскетбол, гангбол и, конечно же, футбол. На церемонии открытия юные спортсмены распечатывают новые ворота. Глава региона также пробил пару мячей, а после спросил впечатления от комплекса у жителей близлежащих домов. Современному дворцу они рады, благодарят их в целом за перемены в области. Говорят о необходимости строительства школы в этом районе. По их словам, классы переполнены, приходится возить детей в другие образовательные учреждения. Губернатор отвечает, что, возможно, этот вопрос будет решён в рамках федеральной программы. В Самарскую область уже сейчас направляются немалые суммы. Преображать регион, говорит губернатор, нужно совместными усилиями. От позиций людей зависит многое. Прийти всем, или абсолютному большинству, на выборы. И вы даже не знаете, какую вы помощь окажете для того, чтобы ваши проблемы решались намного быстрее. Намного быстрее. То есть сила губернатора, имейте в виду, в поддержке людей. Выборы в государственной и областной парламенты пройдут 18 сентября. Ольга Павловская, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии.